Недавний инцидент с главой города Вячеславом Сверчковым в одном из Ивановских почтовых отделений вызвал нешуточный общественный резонанс. В социальных сетях блогеры буквально атаковали страничку градоначальника, делясь своими впечатлениями от посещения почты. Напомним, во вторник Вячеслав Сверчков собственной персоной наведался в свое почтовое отделение, где столкнулся с суровой реальностью, а именно с очередью. Вчера я приехал, в это же время не мог попасть, простоял там полчаса. Сегодня я прихожу, опять 20 человек в очереди, и после 30 минут стояния у меня уже просто чисто по-человечески взорвалось внутри, и я высказал недоумение. Но я когда взял книгу «Жалобы и предложения» и начал ее листать, там таких жалоб заявлений десятки. Руководство Ивановского филиала Почты России замалчивать эту ситуацию не стало и согласилось дать нам комментарий. По их версии, очереди в некоторых отделениях явления сезонные. Определенный кадровый голод, конечно, существует, но решить эту проблему может только головной офис, а никак не Ивановский филиал. Все, что зависит от местного управления компании, а именно работу хотя бы одного окна в отделении Почты, они обеспечивают. А что делать, если именно все, вот он попал в час пика. Опять час пика – это утро, и как раз он перед работой заходит. В основном клиенты перед работой заходят, потому что когда доставляется корреспонденция на дом в течение дня, их не оказывается дома. Поэтому все приходят именно с утра получить корреспонденцию. Или пенсию доставляют на дом. Опять-таки дома некоторые рабочие пенсионеры, они не сидят, не ждут. Они все идут. И вот попадается вот этот временной такой промежуток времени, получается, дефицит. Как таковых временных нормативов по обслуживанию клиентов в компании нет. А раз так и рядовым Ивановцам, и первым лицам города ничего не остается, кроме как мириться с неудобствами, возникшими при получении корреспонденции. Ведь на Ивановской почте, как в бане, все равны.